Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения» и я, ее ведущий, Владислав Жуковский. Сегодня с нашими гостями мы поговорим о том, когда разрушится американская пирамида долгов и сможет ли российская экономика пережить этот коллапс. В нашей сегодняшней студии Степан Геннадьевич Димура, финансовый аналитик, всадник финансового апокалипсиса. Андрей Борисович Кобяков, экономист, публицист, председатель правления Института динамического консерватизма. Владимир Константинович Бурлачков, доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО и главный научный сотрудник Института экономики РАН. И Валентин Юрьевич Катасонов, доктор экономических наук, председатель русского экономического общества имени Шарапова. Что в принципе происходит в американской финансовой системе? Будет ли дефолт Америки? Я думаю, что на самом деле дефолт Америки неизбежен по одной простой причине, что наступит момент, когда существующая налогоблагаемая база плюс эмиссия бумаг дополнительно, она не сможет даже обслужить проценты по уже существующему долгу. Поэтому это вопрос времени, на мой взгляд, но время у них немного ускоряется, потому что Обама увеличил госдолг в два раза. Причина очень простая. С 2008 года частный ВВП США, если не ошибаюсь, потерял 1,3 триллиона, что было восполнено государственным сектом. Расходы государства с 1990 года, если не ошибаюсь, выросли что-то в 4,5-5 раз, в то время как ВВП вырос значительно медленнее. Поэтому они выбирают тот лаг, который был по объему долга. Рано или поздно все это закончится. Это просто вопрос времени. Это пирамида долгов, как называют экономисты? Это уже будет не первый раз в истории. Даже ФРС сделал исследование на эту тему, что дефолт в истории государства это скорее не исключение, а правило. И все эти рассуждения, например, господина Кругмана, великого экономиста современности, о том, что долг не имеет значения, и все друг другу должны, поэтому долг есть актив одного пассива другого, члены общества, грубо говоря. Они достаточно глупые по одной простой причине, что долг является активным пассивом до того момента, как этот долг не входит в дефолт, когда актив больше нет. Я хотел бы продолжить то, что сказал Степан. Дело в том, что кроме государственного долга есть и другие сектора экономики, соответственно, другие виды долга. Это не финансовый сектор с его долгами, банковско-финансовый сектор с долгами, сектор домашних хозяйств. И если все это суммировать, даже по официальным данным, скажем, Федеральной резервной системы, получается почти в 4 раза больше, чем вот эта сумма 17 триллионов долларов, которую всех на слуху. И на самом деле дефолт может произойти не только по государственному долгу, но и по любому другому виду долга. Относительно того, что у кого-то дебет, у кого-то кредит, дело в том, что есть еще понятие внешнего долга Соединенных Штатов. И обычно приводится цифра где-то 16-17 триллионов внешний долг. Но с моей точки зрения тоже заниженная цифра, поэтому, конечно, с какой стороны ни посмотри, на вес долговой он, будем так говорить, как домов. Владимир Юрьевич, а вообще уместно говорить о внешнем долге Америки в ситуации, когда, по большому счету, Америка имитирует ключевую резервную валюту, свободно конвертируемую валюту, американский доллар, и все равно занимает в американском долларе? Ну, так как она имитирует доллар, это и есть фактически долговая расписка. Поэтому сколько таких долговых расписок обращается? Ну, есть же разные денежные агрегаты, там есть производные от этих долговых расписок, и поэтому, если вдруг все захотят предъявить эти расписки, то, я думаю, даже национального богатства Соединенных Штатов не хватит на то, чтобы покрыть все эти требования. Поэтому я в своей статье и показал, что есть верхняя часть айсберга под названием государственные долги, а есть еще нижняя часть айсберга. Я уж не беру социальные обязательства, потому что социальными обязательствами там вообще получается цифра за 200 триллионов долларов. То есть реальные масштабы госдолга американского, они больше, чем то, что публикуется? Ну, конечно, да. Размер госдолга, по крайней мере, официального вырос с 65% ВВП до 107% ВВП за последние 6 лет. Насколько это критично для американского бюджета, для американской экономики? Госдолг США – это мировая валюта, а мировая валюта – это госдолг США. Это на самом деле ключевой вопрос, когда мы эту тему обсуждаем. И в этом смысле, понимаете, чисто какими-то реперными цифрами подходить к анализу этой ситуации, например, где наступает предел, с какого там процента ВВП госдолг становится дефолтным или недефолтным. Ну, вот там в Японии 200%, вроде недефолтный. Почему? Да потому что большая часть этого долга, она внутри самой Японии обращается. То есть этот долг, он не является инструментом мировых валютных отношений на данный момент. Понимаете, во всяком случае, в очень незначительной доле. Когда мы говорим про американские долги, это все равно вопрос того, сколько еще долларов будет существовать в качестве мировой резервной валюты. До тех пор, пока мировые инвесторы, центральные банки будут принимать эти долговые обязательства Соединенных Штатов, все эти казначейские облигации, менее, более долгосрочные и так далее, в качестве резервных активов, в качестве активов инвестирования, рассматривать его в качестве якорного актива для всех остальных активов и так далее. До этого момента, действительно, этот печатный станок может продолжать работать. И ситуация получается такая. Да, это насквозь прогнившая система. Я всегда это уподобляю некому баобабу, стоящему в пустыне, который изнутри съеден термитами, осталась только внешняя оболочка, но он стоит. Понимаете, стоит, пока нет этой бури или пока не подойдет тот, кто его повалит. Замечу, что, по сути дела, подобная же ситуация, дефолт доллара, происходила в течение 60-х годов, вплоть до 71-го года, пока Никсон не объявил свое знаменитое решение о том, что они де-факто аннулируют свои обязательства по британ-вудским соглашениям и больше не привязывают доллар к золоту. Но ведь в результате этого доллар не был ничем другим заменен в качестве мировой валюты. И это очень понятно, потому что конкурента у доллара, то есть того самого субъекта, который пришел бы и повалил бы этот баобаб, в тот момент не было. Мне кажется, стратегическая ошибка Соединенных Штатов, то, что они проглядели, на самом деле, что этот исторический конкурент есть. На сегодняшний день этот конкурент уже не просто есть, он очень активно действует, простраивая собственную мировую параллельную финансовую инфраструктуру и продвигая свою валюту в качестве альтернативы доллара. Это Китай. И поэтому я считаю, что сейчас уже есть все основания говорить о том, что эта пирамида госдолга США и, соответственно, судьба доллара в качестве ведущей мировой валюты, это дни уже сочтены, это произойдет не просто на нашей памяти, а в достаточно обозримой перспективе. Хотя это не год и не два, но тем не менее это будет происходить в течение ближайшего десятилетия. Те явления, которые мы с вами наблюдаем в последнее время, это все-таки такие звенья одного процесса. Вот смотрите, некоторое время назад мы обсуждали фискальный обрыв, сейчас мы обсуждаем технический дефолт США. Все-таки это все элементы одного большого процесса. Перераспределение сил в финансовом мире и перераспределение политического влияния. А проблема вся основная в том, что примерно 10 лет назад появился новый крупный экспортер Китай. Исследованный по всем законам жанра, его валюта должна быть самой востребованной валютой. Но это не происходит, потому что Китай пока еще не торопится, чтобы его валюта стала мировой валютой. Конкурент доллара, евро тоже не может занять сильные позиции в силу того, что реализовались те риски, которые возникли еще при создании еврозоны и на которые в тот момент должного внимания не было обращено. Но еще интрига-то в том, что происходит бюджетный кризис в США. И вот этот момент, который, наверное, ускорит весь этот процесс утраты долларом сильных позиций на мировой арене. Действительно, то, что мы сейчас наблюдаем, очень похоже на закат Бреттенвудской системы. Стала укрепляться немецкая марка и иена, они стали револьвироваться, теснить доллар. Доллар пережил две девальвации, но в силу изменения глобальных тенденций так и остался на плаву. А что касается бюджетного кризиса, который сейчас очень будет большое значение иметь для дальнейшего развития событий, суть ее в том, что недостаточно доходная база американского федерального бюджета. А недостаточно она по одной простой причине. В России произошла трасса национализации бизнеса. Бизнес размещается там, где дешевые ресурсы, прежде всего дешевый труд. Центры аккумулирования прибыли находятся или в офшорах, или в странах с низкими налогами, как Ирландия. Поэтому бюджетные доходы в США резко снизились. А с другой стороны, в США резко возросли расходы. И если сейчас в споре с Обамой о медицинском страховании победит Обама и проиграют республиканцы, то процесс только ускорится. Процесс движения к США к дефолту только ускорится, если в полной мере заработает затратный механизм медицинского страхования. То есть дополнительные государственные расходы. Бюджетный дефицит США на самом деле где-то 6 триллионов, если учитывать расходы будущих периодов. Где-то 6 триллионов, это где-то 40% ОВП. Официально у них другая цифра. А потому что у них бухгалтерский учет практически. Что из этого следует? Значит, кого-то придется, как говорят, кинуть. Как у нас президент Путин кинул всех пенсионеров, и льготников, и бюджетниками, так и там. Второе, что следует отметить, все эти споры экономистов по поводу отношения долга к ОВП, мне как-то очень странно, смешными представляются. По одной простой причине, что ОВП, это если утрировать, это ваши продажи. Долг вы обслуживаете с чего? С продаж или с прибыли? С прибыли. Поэтому, если у вас, скажем, есть две экономики с одинаковым ВВП, но с разной рентабельностью, то, соответственно, одна более здоровая, а другая нет. Поэтому, наверное, с этими цифрами играть как-то не стоит. А то, что бюджет огромный, да, действительно, у них сокращается налогооблагаемая база. И происходит это отчасти, и по большей части от того, что во всем мире, в Штатах в том числе, растет расслоение по доходам. Там коэффициент джини уже 42-43. Если не ошибаюсь, но максимальных отметках с 28-го года. Да, да, да. А это приводит к замедлению скорости оборота денег, к замедлению экономики. Кого же американские финансово-экономические элиты и финансово-олегархиас Волстыд постараются все-таки кинуть? Своих граждан, свое население, промышленников, кредиторов внутренних, либо внешних? Граждан. Здесь ситуация какая, что если, скажем, после 2008 года была маленькая лазейка, да, это провести социализацию расходов, то есть все плохие долги повесить на бюджет, то сейчас мы видим уже государства, бля, банкротства, ходят в дефолт. Этого больше нет. И с политической точки зрения все это продать сейчас будет очень тяжело, поскольку вот на прошлой неделе была мощнейшая демонстрация водителей грузовиков США. Вашингтон был парализован полностью город. В Техасе в прошлую пятницу было тоже много тысяч демонстраций владельцев оружия, валому. Им будет очень тяжело, поэтому, наверное, поэтому они создали это ФИМА, НКВД американское. То есть готовятся к революции, к бунту? Скорее всего, да. Но они не смогут уже продать идею спасения банкиров за счет всех остальных. Так может быть тогда лучше кинуть внешних кредиторов, скажем, Россию, которая... А как британцы, как британцы в свое время так поступили. И американцы в 1933 году точно так поступили, когда девальвировали доллар. Ведь облигации американские были привязаны к золоту, а золота стало в долларе меньше, поэтому кредиторы пострадали. За счет чего удается американским элитам удерживать вот эту пирамиду долгов? Как они создают спрос на свои долговые бумаги? Тут вот мы сейчас сидели перед этой передачей, я что-то вспомнил батьку Макно. Я часто его вспоминаю. Батька Макно в годы гражданской войны свои деньги выпускал. На каждой бумажке было написано, в случае отказа принимать – расстрел. Вот я предложил бы на американском долларе тоже написать такие слова, чтобы не было никаких сомнений. То есть оккупационная валюта получается. Да, честно говоря, так ведь и происходит. Смотрите, ведь… Нет, я просто хочу дополнить, потому что это очень интересная мысль, мне кажется. Действительно, Тин Юрьевич говорит, она это не так часто обращает внимание. Ведь действительно, я уже сказал, что это зависит от желания или от нежелания принимать эту валюту в качестве валюты платежа, в частности. Посмотрите, что произошло, например, с Ираком, когда он заикнулся о том, что будет продавать нефть на евро. Смотрите, что сейчас происходит с Ираном, который примерно то же самое попытался сделать. То есть, по большому счету, силовые акции мгновенные. Это вот махновщина в чистом виде. Тут вспоминали 70-е годы прошлого века, развал Бреттон-Удской системы. Говорили о фактических дефолте Соединенных Штатов. Но мне хотелось бы, во-первых, сказать, что формально дефолта не было. Потому что на Бреттон-Удской конференции никакого документа, фиксирующего обязательства Соединенных Штатов, не было. Поэтому, собственно говоря, и была такая вялая реакция, что Америку нельзя было даже, грубо говоря, уличить в чем-то. Во-вторых, мне хотелось сказать, что в 70-е годы мир оказался на развилке. Вот то, что мы сегодня имеем, и то, что мы называем ямайской валютной системой, это один из многих вариантов. Были и другие варианты. Скажем, обсуждался вариант перехода к наднациональным деньгам, special drawing rights, и имитентом должен был выступать Международный валютный фонд. Французы предложили повысить 2-3 раза цену на золото для того, чтобы опять обеспечить как бы золотой стандарт. Но в данном случае все-таки свое решение продавили Соединенные Штаты. И опять я хочу сказать, почему они продавили? Военный аргумент. Это самое главное. Мы всегда обсуждаем финансы без военных аргументов. Это на самом деле достаточно такое занятие, я бы сказал, непродуктивное. Поэтому всегда вот этот силовой военный аргумент надо иметь в виду. Валентин Юрьевич, то есть получается, что валюта, в том числе резервные валюты, они обеспечены не столько экономическим и научно-техническим превосходством страны имитента, сколько такими неэкономическими инструментами. Военно-силовым, конечно. Вы даже назвали американский доллар оккупационный. Я согласен, вполне определенное сходство, скажем, с той маркой, которую использовал Третий рейх в годы Второй мировой войны на занятых территориях. Определенный параллель, я вижу, оккупационная валюта. Но мне хотелось бы все-таки тут немножко не согласиться с моими коллегами, вот в какой части. Смотрят на Китай, как на некую, так скажем, отдушину. Но я почему-то вот вспомнил работу Ленина «Развитие капитализма в России». Еще конец 19 века. При всех, так скажем, недочетах классика, он совершенно правильно ухватил Ахиллесову пяту капитализма. Это проблема реализации. Пока есть отдушина в виде внешних рынков, капитализм существует. Сегодня процесс глобализации завершился. Поэтому Китай здесь не поможет. Это может быть временная передышка, но Китай сам уже упирается вот в эту стену ограниченного платежеспособного спроса. Поэтому, с моей точки зрения, Китай лишь передышка, но дальше будет действительно переход на совершенно иную модель социального развития, социально-экономического развития. Я не хотел бы сейчас поднимать этот серьезнейший вопрос о том, какая модель ждет человечество. Так, все-таки, каким образом американским элитам удается сохранять спрос на продукцию печатного станка? Ну, это возникло исторически. Возник мощный финансовый рынок в США. Он притягивает к себе ресурсы. Но, вот на что нужно обратить внимание? Какие цели имела политика количественного смягчения? Ведь, на первый взгляд, нужно было воздействовать на реальный сектор экономики во время кризиса. Но, в 9 программ, которые реализовала ФРС в рамках количественного смягчения, все они были направлены на ремонт того или иного сегмента финансового рынка. Самая большая часть досталась, как известно, рынку ипотечных облигаций. И там же и ремонтировали-то и межбанковский рынок, и рынок краткосрочного кредитования и так далее. Все это было направлено на ремонт. То есть, федеральная резервная система, по сути дела, контролируемая крупнейшими банковскими домами Америки, спасала своих акционеров, получается. Нет, она спасала финансовый рынок США. Вот его ремонтировали в результате количественного смягчения. Насколько этот ремонт поможет, время покажет. Но и финансовый рынок в США слаб, и очень слаба бюджетная система. Вот я уже начинал говорить об этом, что фактором дефолта США, ускорения дефолта, будет состояние бюджетной системы США. Чем там дело-то? Что расходы резко сейчас возрастут. Но известно, что сейчас выходит на пенсию бэби-бумеры, и в районе США нужно будет выполнять большие финансовые обязательства. Но главное даже не в этом. Главное, что запускается система медицинского страхования. Если в двух словах, что это такое? Есть государственная система медицинского страхования, есть платная система. А система медицинского страхования – это особая система. В ней все денежки у страховой компании. В поликлинике, в госпитале заинтересованы же эти деньги перетянуть к себе. То есть оказать пациенту максимум услуг. Поэтому, условно говоря, приходит человек, говорит, что у него болит поясница, и его отправляют на томографию мозга. Вот эта система – это обыкновенный затратный механизм. Вот США сейчас расширяет эту систему, потому что после принятия программы Обамы в нее включается еще около 30 миллионов человек. Это колоссальная нагрузка на бюджетную систему США. Это политическое решение президента Обама. Да, это ускорение дефолта. И ситуация дефолта. Дополнительный налог на бизнес, потому что и профсоюзы, и бизнес должны будут платить дополнительный налог. Многие экономисты считают, что впереди возможна даже новая война, либо глобальная мировая, либо региональные войны. Вот сейчас госдолг американский официально примерно 106% ВВП. Примерно таким же он был где-то в 45-46-х годах, после Второй мировой войны. После Второй мировой войны. Но тогда была немножко другая конфигурация в мире. Тогда действительно доллар завоевывал. Он был 120 с лишним процентов. Но это как раз, на самом деле, следствие военных компаний, которые, собственно, требовали крупных затрат на производство вооружения. Да, но открытие рынков европейского рынка, азиатского рынка и плана маршала позволили все-таки восстановить и бюджетную систему, и заработать денег. Да нет, но сейчас эти параллели, они достаточно бессмысленны, мне кажется. Потому что, ну, я, конечно, понимаю, может быть, у кого-то есть желание сделать большую мировую заварушку, чтобы страна, которая находится за океаном и на ее территории не будет военных действий, опять, как всегда, значит, вот в белом фраке выйдет из этой ситуации и начнет разруливать ее как хозяин ситуации. Вот. Но я боюсь, что нынешние обстоятельства немножко другие. Потому что современные средства разрушения, если война действительно примет характер мировой войны, они просто уничтожат человечество. Понимаете, это же не конвенациональное оружие будет задействовано. Я думаю, нет, сейчас будет немножко другая ставка. Это будет ставка на множение региональных конфликтов Евразии, то есть, опять же, на территории исторического противника, противников, потому что, да, и зона Евро, и Китая, и прочее. Попытка дестабилизации, потому что для того, чтобы удержать свое доминирующее положение, надо быть выше. Когда ты не можешь быть выше, надо сделать других ниже. Вот. Это, конечно, линия, она наблюдается, поэтому, я думаю, совершенно не случайны все эти череды цветных революций, переворотов, все время палкой в этом осином гнезде американцы там водят. Я думаю, что главное – это как раз создание зоны нестабильности очень крупной, которая, конечно, чисто теоретически имеет шансы превратиться в полноштабную мировую войну, но все-таки, мне кажется, здесь даже чисто технические уже средства ведения этой войны таковы, что это просто будет самоуничтожение человечества. Поэтому у меня есть такое ощущение, что это будет неточное повторение сценария. Андрей Борисович, а повторение терактов 9.11? Ведь вы вместе с Михаилом Хайзером написали книгу «Крах, доллар и закат пакс Американо», и, в принципе, там в том числе показали механизм текущего глобального финансо-экономического кризиса и пирамиды долгов. Он назвал «Закат империи доллара и крах пакс Американо». Все наоборот. Не, ну что 9.11? 9.11, я абсолютно разделяю точку зрения, что это была совершенно откровенная провокация, устроенная самим же американскими спецслужбами. Цель ее в том числе, в создании тех самых НКВД и так далее, там, Patriot Act, который дальше там появился, то есть предание исполнительной власти чрезвычайных полномочий на случай, ну потому что уже было понятно, как раз ту проблему, которую мы сейчас с вами обсуждаем, она очень ярко стояла в том же самом 2000-2001 году, потому что сыпался рынок акций, причем совершенно процессы были сопоставимы с тем, как это сыпалось во время 1929-1932 года. Тогда Доу Джонс упал в 10 раз, а тут Насдак обвалился на 87%, те же самые 10 раз. То есть, по большому счету, понятно, как бы, будут и другие, конечно, подобные акции. Борьба с мировым терроризмом, формально, как они ее называли, она помогла тянуть процессы глобального финансово-экономического кризиса. Но она дала, во-первых, предлог для просто открытого перехода, понимаете, трудно объяснить общественное мнение, когда вы все время, у вас там три года были профицитные бюджеты, последние годы Клинтона, что вам оказывается надо переходить к дефицитному финансированию экономики, что оказывается все плохо и так далее. Во-первых, нужен, поэтому, некий предлог. Мы помним, кому первым стали, оказывается, авиакомпаниям, страховым компаниям и так далее. А далее везде. То есть, нужен был предлог, во-первых, для того, чтобы сверхмеры использовать для выхода из того финансового кризиса и начинающейся рецессии. Степан Геннадьевич, согласны, что мировой войны не будет? Я тоже согласен, что мировой войны не будет. По одной простой причине, скажем, Америка начинает войну с Китаем. Простите, запчасти к войной технике они где будут делать? Это маленький вопрос. Извините, а там тоже война. В большом счете, раз уж и теракты стали говорить, найдите, если кому любопытно, сейсмограмму землетрясения, которое было в прошлую пятницу, магнитуда 4,5, недалеко от побережья Чалстон. Там сейсмограмма ядерного взрыва. А кто же взрывал-то? Скорее всего, планировался теракт взорвать Чалстон, обвинить опять во всех каких-то джихадистов и тому подобное. Но, судя по всему, американская военная элита отказалась это выполнять. И что последовало, тут же 4 больших генерала, отправленные в отставку. Один игроманией занимался, второй алкоголизм, еще что-то, какие-то смешные предлоги. Так, вопрос. И почему-то все это выяснилось в один день и четырех сразу. Странная вещь происходит. Но, на самом деле, вот по поводу ваш вопрос, по поводу того, кто же покупает американские облигации. Ну, смотрите, система Петродоллара больше не работает. По одной простой причине, что она слишком слаба. Если вы посмотрите на бюджетный дефицит и посмотрите на тикдейта или накопленные, сколько держат страны, скажем, там, шейхи, черные, белые, нефтяные за последние 20 лет, то это вещи уже несовместимы. Поэтому, на самом деле, все это происходит электронный единственный покупатель ФРС. ФРС за 2012 финансовый год он выкупил 102% облигаций США, которые были выпущены. То есть, мы сейчас говорим, кто крупнейший кредитор американской экономики? ФРС. Федеральный резерв, у которого на балансе 2 триллиона 100 миллиардов долларов. Это уже чистая эмиссия. Но здесь мы сталкиваемся с другой проблемой, такой интересной проблемой, а именно банкротства ФРС. По одной простой причине, что это обычный банк. У него есть пассив, у него есть актив. В пассиве доллары, грубо говоря, а в активе это портфель ФРС. Что у нас есть в этом портфеле? В этом портфеле на 2,5 триллиона всякого непонятного, простите, дерьма, которое выкупалось по номиналу, сколько оно сейчас стоит, неизвестно. То есть, ипотечные ценные бумаги? Не только. МБС, АБС, все что угодно там сидит. Плюс, разумеется, государственные бумаги. Причем, за последние несколько лет они очень сильно увеличили дюрацию портфеля. То есть, грубо говоря, как только разворачиваются ставки, а мы уже близки к этому моменту, что будет происходить? У них резко пойдет вниз активы. Номинал не ценится. Откуда они могут взять деньги? Либо они же печатают деньги подо что-то. А это уже проблема неправильности, проблема ФРС. Единственное, что они могут надеяться, на помощь акционеров, чисто формально. Но помощи акционеров тоже не последует. Акционеры, пардон, банкроты. То, что, скажем, Джиппи Морган или Сити еще не в руинах, это не означает, что он банкрот. У них просто еще не наступил кассовый разрыв. У Сити уже наступал. Если вы не в курсе, то значительная часть прибыли Ситибанка за 2012 год из чего у нас стояла? Из возвратов налогов. Поэтому акционеры тут тоже будут бессильны. Мы вполне можем столкнуться с ситуацией, когда ФРС станет банкротом. Денежно-кредитная политика, которую сейчас ФРС осуществляет, она, по-моему, крайне неэффективна. Речь идет о том, что в условиях кризиса нужно воздействовать на реальный сектор. Ну, сразу вопрос возникает, осталось ли там что-то в США от реального сектора? А так-то о чем идет речь? О выкупе гособлигаций, ФРС. Значит, это просто деньги потом попадают в бюджет, напечатанные, и осуществляются обычные государственные расходы. И вторая часть, это выкуп ипотечных облигаций, это просто помощь одному из сегментов финансового рынка. То есть национализация убытков, приватизация прибыли. Как это все влияет на реальный сектор? Да никак это не может повлиять на реальный сектор. А что произойдет, может произойти в дальнейшем, вот такое накопление, когда долг дальше будет расти, конечно, инвесторы уже будут по-другому относиться к рискам этого долга. Тогда, соответственно, обслуживание этого долга резко возрастет. И вот тут вот дальше, вот этот к снежной ком-то, он и покатится. А вот вы согласны с такой точкой зрения, что ФРС США не может бесконечно долго заниматься монетизацией государственного долга, выкупать государственные облигации? Какой-то экономически разумный предел выкупа центральным банком гособлигаций в США уже давно пройден. Уже речь идет о странной политике. И вся интрига в том, что эту политику очень сейчас сложно поменять. Почему? Потому что это сразу повлияет на фондовые рынки. Ведь то, что мы сейчас видим в американской экономике, это, в общем-то, дежавю. Вспомните 2000 год, март месяц, начинается падение фондового рынка. Вот оно продолжается до октября 2002 года. За это время фондовый рынок США схлопывается в два раза. И по этому поводу известный господин Гринсмин сказал, что американцы как нации стали в два раза беднее. Но что произошло дальше? В ФРС снижается четную ставку. И с июня 2003 года по июнь 2004 года эта ставка составляет 1%. Вот когда впервые в мировой экономике проявилась ликвидная ловушка. А дальше ФРС пытается наладить жизнь нормальную, перейти к нормальной денежно-кредитной политике. И поднимает учетную ставку 2007 года до 5-25. И разрушается рынок недвижимости. И тут сразу выясняется, что ипотечные кредиты набрали люди по низким ставкам, которые не могут эти кредиты обслуживать. Вот что получается. Соответственно, кризис. И то, что сейчас должно произойти сейчас, это то же самое. Значит, это снова ловушка ликвидности. Да, вот как они сейчас из нее хотят выйти, вот они должны продемонстрировать миру. У них уже опыт есть. Хотел бы поправить ловушку ликвидности. Впервые столкнулись японцы в 90-е годы. Но там вся проблема в том, что в реальном секторе они помочь не смогли. Все деньги уходят мимо реального сектора. По одной простой причине, что кредитовать там некого. Потому что наступает момент, когда реальный денежный поток, который генерирует реальный сектор, его больше недостаточно, чтобы обслуживать существующие долги и поддерживать потребление на существующем уровне. И здесь уже сколько ни печатай, уже ничего не поможет. Ну, понятно, что в таком виде ФРС вряд ли сохранится. Но те, будем говорить, силы, которые контролируют ФРС, главные акционеры ФРС, они, конечно, перегруппируются. Они постараются найти новые способы контроля над обществом, над человечеством. Понятно, что это люди, заточенные в первую очередь не на богатство, а на мировую власть. Из этого надо исходить. Мне еще раз хотелось бы подчеркнуть, что, конечно, это будет не просто какой-то дефолт. Это будет дефолт, который спровоцирует перестройку всего мирового порядка, и финансового, и политического. Это уже не будет тот капитализм, о котором, значит, еще по инерции некоторые продолжают говорить. Мне еще хотелось бы даже вспомнить такую вещь, которую мы учили. Сейчас нынешнее поколение уже не вспоминает. Это из капитала Маркса. Закон тенденции нормы прибыли к снижению. Так вот, в банковском секторе мы видим, что уже практически этот закон тенденции достиг такого этапа, когда там практически ноль. Практически ноль. Можно, конечно, там что-то такое доказывать, но это не более чем статистические финансовые манипуляции. По факту, по жизни там ноль. По крайней мере, в части депозитно-кредитных операций. Я об этом говорил и продолжаю говорить. Даже вот, скажем, там зафиксировали в 2012 году в банковском секторе какую-то прибыль. Я не помню, там 120, что ли, миллиардов или 130. Ну так посмотрите, а на что она идет? Сплошные сейчас идут судебные разборки. Там Блумберг посчитал, что за несколько лет они, только 6 ведущих банков, заплатили что-то 102 миллиарда долларов штрафов, там, компенсаций за услуги адвокатов. Понимаете? То есть, на самом деле... У них прекрасный бизнес. Они, скажем, делают 10 миллиардов, платят миллиардов штрафов. В этом смысле... Нет, это я понимаю, это я понимаю, да. Но, в общем, я как-то проводил такие расчеты. Вот эти 130 миллиардов, которые якобы зафиксированы, они все разлетаются. В этом виде финансово-банская система больше существовать не сможет. Я вспоминал Гильфердинга, который примерно 100 лет назад написал свою работу «Финансовый капитал». Он, кстати говоря, первый произнес это слово «Тоталитаризм», «Тоталитарное общество». Но «Тоталитарное общество» в таком позитивном смысле, как некий организованный капитализм, который... Он, кстати, социалистом был по убеждениям, но он с большим, так скажем, энтузиазмом воспринимал вот эту модель организованного капитализма. То есть, я хочу сказать, что человечество перейдет совершенно к другому финансовому и политическому порядку. Дефолт неизбежен. Это мы сейчас доказываем, что дважды два четыре. А вот что будет за дефолтом? Есть такая точка зрения, что некоторые силы в Европе, европейские элиты, были недовольны таким вот, значит, долларовым империализмом и решили сорвать сближение Европы и Америки. В частности, сорвать переговоры по созданию зоны свободной торговли между США и Европой, так называемый Евроатлантический союз. И вот часто переговоры приторможены. Может быть, какой-то происки конкурентов идут, и они нагнетают обстановку? Нет, знаете, я хотел бы обратить внимание на то, что еще лет 20, а уж тем более 30 тому назад наличие в Европе подобных сил бы практически невозможен, потому что Америка после войны абсолютно контролировала европейские элиты, лишила их претензий, по большому счету. Мы это прекрасно видим. Но вот то, что сейчас идут определенные раздраи в Европе, это тоже показатель кризисности и неспособности глобального управляющего контролировать ситуацию. Я не стал бы, может, преувеличивать наличие тех или иных сил. Главное, что они все время возникают, они все время новые, идут внутри Европы, там и националистические тенденции, про-евро, против-евро, возврат к национальным валютам, еще что-то и так далее. Это свидетельство, вообще говоря, очень, во-первых, активной рефлексии в Европе. То есть, общественное мнение, экспертное сообщество, политики и так далее, они, вообще говоря, начинают моделировать все процессы. И понятно, что ответы каждый формулирует по-своему. Но это свидетельство того, что эта ситуация, видимо, действительно находится уже в подготовке к трансформации. Тут я полностью совершенно согласен с Валентином Юрьевичем. Но я хотел бы единственное все-таки сказать. Понимаете, вот мы сегодня увлекаемся словом дефолт. Мне все равно кажется, что гораздо важнее именно эти самые трансформации. Потому что форма этого дефолта может быть очень разная. Это может быть ползучий дефолт. Это может быть одномоментное явление. Я не думаю, что с Соединенными Штатами сценарий будет развиваться так же, например, как с Грецией или с Аргентиной. Когда это происходит в течение одного, двух, трех месяцев. И все начинает рушиться и так далее. Да, вроде бы механизм этой воронки похожий. Но, с другой стороны, хочу обратить внимание, что это все-таки не просто национальное государство Соединенные Штаты. Их эмиссионный механизм отличен от тех долгов, которые возникали в Греции, в Аргентине и даже в Японии. То есть, по большому счету, конечно, я думаю, что если ситуация обретет какой-то острый характер, наверное, никому в мире не нужны такие пертурбации, неуправляемые дефолты Соединенных Штатов. Можно предположить, наверное, появление каких-то институтов в виде новых конференций британ-вудских и так далее. Это возможно. Сейчас фантазировать на эту тему, на самом деле, бесполезно. Никто не заинтересован в неуправляемом крахе этой системы. Потому что, действительно, знаете, когда вот такой вот бегемот плюхнется за брызги, они, к сожалению, могут утопить всех остальных. Молоды в бассейне не останется. Ну, естественно. Поэтому, вообще-то, говорят, то, что есть желающие утопить, наверняка есть. Я уже об этом сказал. Я считаю, что исторические конкуренты есть. Они четко сознают, между прочим, свою историческую миссию. Вот. Но вы сказали про отдушину. Я так раз в этом особой отдушины-то не вижу. Понимаете? Тут хрен редкий не слащий, если говорить про Россию. Повторю свой давний тезис, что Россию спасет только 30 долларов за баррель, в большом счету. То есть вы согласны с Игорем Шувалом, что без низких цен на энергоносители Россия не будет вставать с колен модернизацию? Да. Только господин Шувалов должен быть осторожен в своих желаниях. Власть потерять могут. Да. На столбике оказаться. В министической справедливости. На фонарном, по большому счету. На самом деле, в Европе сейчас интересные тенденции намечаются. Мало кто у них обращает внимание. Такого некого оздоровления. С одной стороны, они жутко беспокоятся о правах гомиков. А с другой стороны, партия Липен опережает в Европарламент. По опросам и социалистов, и всех остальных, 23% убирает. Это ультраправая партия. Да, ультраправая националистическая партия. В Норвегии на выборах пришла к власти практически партия Брейвика. Так, на минуточку. Поэтому какие-то здоровые тенденции есть. А вот по поводу дефолта. Вы знаете, дефолт, я согласен с профессором Катасоном, что дефолт изначально будет управляемым. Он будет создан искусственно. Когда элиты посчитают, что да, они готовы к перестройке. К смене режимов, когда якобы все готово. Но последние, скажем так, лет 50-60 мы наблюдаем то, что описывал Петерим Сорокин. Это вырождение, деградация элит. Это первый момент. Второй момент. Существует такая формальная логика теоремы Гёделя, которая говорит, что любая замкнутая система не полна. То есть в вашем всегда гениальном плане всегда найдется маленькая дырка. Кстати, именно поэтому невозможен искусственный интеллект так на момент. Так вот, управляемый дефолт, он очень быстро станет неуправляемым дефолтом. И то, что кто-то его хочет или кто-то его не хочет. Ну, понимаете, есть закон экономики, есть законы природы. Вот солнце встает на востоке. Нравится вам это или нет, оно там встает, грубо говоря. А что будет после дефолта? Ну, хочется надеяться, что у него будет по 30. И, в общем-то, как я сказал, в Штатах тоже, на мой взгляд, начинают просыпаться здоровые националистические силы. Есть ли действительно борьба в глобальном управляющем классе? Есть ли действительно сегментация финансовых элит? И вот сейчас много разговоров про то, что Ротшильды и банковская олигархия Старого Света сбегают в Китай делать ставку на Азию. Я думаю, что да, они сделают ставку на Китай, только Китай, простите, накрывается медным тазом. У них социальные проблемы, у них мощнейшие экономические проблемы. Единственная возможность воздействия на экономике, которая у них была в последнее время, это кредитное плечо, кредитный рычаг, больше не работает. А по-другому они поддерживать ее на плаву не могут. У них, между прочим, на минутку 22 миллиона чиновников армии. На единицу населения это в 6 раз больше, чем в США. Жутко неэффективная модель. Пирог стал меньше, поэтому драка-то она неизбежна. Я хотел продолжить то, что Степан говорит о том, что происходит деградация вырождения элит. Кстати, мы тут не так давно собирались и обсуждали статью Медведева. Время простых решений прошло. Там тоже мы, кстати говоря, обсуждали эту тему, только применительно к российским условиям. Это, я бы сказал, такой универсальный глобальный процесс вырождения деградации элит. Поэтому, да, в принципе, конспирологи с увлечением изучают разные, будем так говорить, группировки, которые стоят за Федеральной резервной системой, за американским казначейством. Там Ротшильды, Рокфеллеры, там еще какая-то Шарлоттская группа. Ну, это все, конечно, увлекательно, но действительно видно, что эти люди, которые не могут принимать правильных ответственных решений, и мы даже в прошлый раз говорили о том, что они фактически являются некими биороботами, а эти биороботы, в свою очередь, управляются уже неким инфернальным миром. Могут быть разные сценарии развития дефолта. Может быть, шоковый дефолт, а может быть, ползучий. Вот мы говорили о том, что есть верхняя часть айсберга, там, значит, понятно, какие обязательства. Есть невидимая часть, там на порядок больше. Так вот, там может быть ползучий дефолт, когда государство перестанет выполнять свои обязательства по пенсиям, там, по медицинскому обеспечению, там, по образованию и так далее, и так далее. Короче говоря, Америка уже вооружается, Америка уже напрягается. Валерий Ильич, а тот факт, что в целом ряде штатов в Америке поднимаются вопросы введения альтернатив американскому доллару, это о чем говорит? Понимаете, там уже сепаратизм, потому что отдельные штаты уже предлагают свои собственные штатные единицы, штатовские единицы. И там есть даже параллельные, в штате Юта, скажем, параллельные золотые деньги есть. То есть они уже... Это все штаты-доноры, на самом деле. Да, да, это тоже, конечно. Так что в этом смысле есть масса различных сценариев последствий дефолта, да и сами виды дефолта могут быть тоже очень разные. Наверное, нам, конечно, важно и необходимо изучать, что происходит в Америке. Необходимо, но недостаточно. Мы должны, грубо говоря, выстраивать некую дабу, которая бы нас вот от этого девятого вала финансового дефолта защитила. Все-таки, если мы говорим о России, что нужно делать руководству страны, в частности, Министерству финансов России, Центральному банку? Вот уже есть информация, что Центральные банки крупнейших экономически разных стран занимаются разработкой антикризисного плана в случае дефолта в США. В нынешней ситуации правительство всех стран, в том числе и России, должно очень внимательно относиться к рискам, связанных с американским госдолгом. Почему? Потому что держать избыточные какие-то резервы в американских облигациях это огромный риск. Эти риски, скорее всего, будут возрастать. А потом все действительно может покатиться, как снежный кромп, когда какой-нибудь крупный держатель американского долга делает какие-то резкие шаги по управлению этим долгом. А вот нынешняя макроэкономическая политика, денежно-кредитная, она вообще совместима с выживанием России в условиях этого кризиса? Либо надо вводить, скажем, устраивать валютное регулирование и контроль, возрождать, по большому счету, его. Необходимо уже начать контроль за трансграничными движениями капитала. Вот что нужно делать? Начать нужно с наведения элементарного порядка. Ведь главное, что сейчас нам нужно создать в нашей экономике, это стимулы предпринимателя использовать современную технику. У предпринимателя, у любого, который даже строит дом, сейчас есть альтернатива. Или купить какое-то подъемное устройство, или нанять 10 гастарбайтеров, чтобы они ему мешки с цементом на 10 этаж носили. Вот когда явно, что будет выгодно приобретать оборудование, вот тогда в России начнется технологическое развитие. А пока у нас используется такое количество мигрантов в качестве рабочей силы, говорить о каком-то серьезной модернизации экономики при такой дешевизне труда не приходится. А бюджетная система готова к кризису? Да, они хуже сейчас готовы, чем перед 2008 годом. Но это все не надо доказывать. Цифры все эти известны. Статистика МВФ, Мирового банка показывает, что уровень задолженности частного сектора, международной задолженности России сейчас в полтора раза больше, чем он был перед кризисом 2008 года. А самое главное, тогда он еще не превышал размер золотовалютных резервов, а сейчас превышает на 100 с лишним миллиардов. Так что только один показатель, понимаете? На самом деле про бюджетную систему, тем более вообще тут нечего говорить, она вся завязана на цену нефти, а серьезные кризисы, да, они могут, мы знаем, к чему приводить. Мы говорим, пока что надо делать, а вопрос в другом будет ли это делать, и кто это будет делать, а вопрос в другой. Но все-таки, вот в контексте сегодняшнего разговора, основной это все-таки было бы создание собственного миссионного центра. Все-таки речь идет о том, что мы продолжаем оставаться в этой порочной системе currency board. Мы не создаем в лице нашего центрального банка банк последней инстанции, мы не создаем вообще говоря нормальный эмиссионный механизм. В условиях, когда это все в глобальных масштабах будет рушиться, вот как раз единственный стратегический фактор, который этому может хоть каким-то образом демпфером послужить, это является вот это вот свойство, это по большому счету суверенитет финансовой системы. Ничего не делалось и не делается за последние 20 с лишним лет, чтобы этот суверенитет укрепить в России, к сожалению. Это основной вопрос в контексте сегодняшнего разговора. А если все нюансы современной экономической политики, нам просто с вами не то, что одной передачи не хватит, нам и десятки привычных. А эмиссионный центр нынешнего руководства страны, с вашей точки зрения, оно создаёт необходимость этого шага? Знаете, мне трудно читать в мыслях других людей, но вы же сами приводили заявление Силуянова. Это похоже на то, что человек отдаёт отчёт Вашингтонскому обкому. Ведь это не то, что они действительно очень хотят покупать эти американские облигации. Это значит, что они поставлены в определённые правила игры, они их продолжают соблюдать. Иначе говоря, рапортую вам, уважаемый Вашингтонский обком, что мы оппортунизмом заниматься не будем. Как покупали государственные облигации, так их будем дальше покупать. Почему такая ситуация существует? На каких личных уровнях она обусловлена? Какие для этого существуют какие-то пружины под ковром, которые мы не видим? Это уже, понимаете, досужие разговоры. Личные ли интересы? Многие говорят, вот деньги там держат. Ещё что-то. Это может быть всё, что угодно. Но пока действует подобная идеология, ну, понятное дело, какой может быть самостоятельный эмиссионный центр? То есть, пока мы на привязи, и первый на убой. Кстати, может быть, что министр финансов старается не оставать от своего учителя, от Алексея Кудрина, который трижды признавался британскими банкирами лучшим министром финансовым? У нас есть статья 30-я закона ЦБ, которая говорит, что рубль обеспечен активами ЦБ. Посмотрите на активы ЦБ. То есть, рубль обеспечен американскими налогоплательщиками, практически. О чём здесь говорить? А что касается currency board, у нас уже давно не currency board при Кудрине. У нас хуже. У нас currency board с кудринским вывертом. В квадрате. У нас эмиссия была меньше, чем приток валюты. Денежная база в два раза всё меньше, чем ультонизма. Получается, как обычно. Как только идёт падение цены на энергоносители, приток валюты в страну сокращается. Соответственно, сокращается эмиссия. И когда экономике нужны деньги, чтобы хоть как-то выжить, их не хватает. Кудринизм. Ещё я хотел бы дополнить, что в балансе ЦБ есть небольшое рефинансирование. 3 триллиона рублей. Это же фактически деньги на одну ночь. Это деньги на одну ночь. О чём это свидетельствует? О том, что они дают деньги полупокойнику. Наша банковская система полупокойник. Для того, чтобы немножко поддержать, делают на ночь инъекцию. Что нужно было бы сделать России, чтобы эту дамбу финансовую создать? Хотя бы закрыться от первого удара. Это, безусловно, введение запретов на свободное движение капитала. Это девшеризация экономики. Это списки трёх главных вещей. The last but not the least. Последнее по списку, но не по значению. Это, конечно, перестройка деятельности Центрального банка. Действительно, чтобы Центральный банк стал имитентом национальной денежной единицы. А не было бы фабрикой по перекраске зелёных долларов национальные цвета. Кстати, когда вы расплачиваете рублями, вы очень, может быть, попадаете под действие 275-й статьи Памука. На самом деле. Кроме шуток. Ну, там много нарушений. Причём нарушают все, включая Центральный банк, Коммерческие банки. Это интереснейшая тема. Финансово банковский мир живёт по понятиям. Законы для них не писаны. Валентин Юрьевич, но мы всё-таки сегодня не готовы к этому шоку внешнему, к этому апокалипсу, который мы... Не готовы. Поэтому можно готовиться только на индивидуальном уровне. Спички, керосин, дрова, крупа. Тушёнка золотой патроны, как обычно. Конечно, очень важно предоставлять рефинансирование нашей банковской системы. Но до этого надо добиться хотя бы, чтобы обналичка у нас была не 3,5%, а где-нибудь такой там 16-15%. То есть стал приближаться к ставке налогу на прибыль. Вот когда это будет, вот тогда можно будет давать и рефинансирование нашей банковской системе. Что будет дальше и переживёт ли Россия эти пептурбации в мировой финансовой системе? В целом, я считаю, что технический дефолт это, конечно, отвлечение общественного внимания, заниматься гораздо более фундаментальными проблемами. А фундаментальная проблема какая? Я уже сказал, что, на мой взгляд, в течение ближайших 5, максимум 10 лет произойдут очень серьёзные изменения, во-первых, в структуре игроков, уже в видимом поле. Я говорю даже не про это, понимаете? Вот сегодня обсуждалось, там очень важный момент, экономическая масса. Почему какой-нибудь Лихтенштейн не может быть эмитентом мировой валюты, хотя там, скажем, на душу населения всё прекрасно? Или там, почему сегодня возникал вопрос там о военной силе? Военной силы – это тоже производная самой экономической массы. Поэтому, по большому счёту, очень чётко можно этих игроков уже сегодня вычислить, и их действия, они полностью говорят... А Россия может стать глобальным игроком? Россия может стать глобальным игроком второго порядка на сегодняшний день, но это требует абсолютно серьёзно пересмотра и стратегии, и вообще, говорит, действий. Ну, я на самом деле думаю, что в ближайшее время дефолт, не дефолт, особого значения не имеет. Потому что экономика функционирует по своим законам, неизвестным современным экономистам, к сожалению. В общем, кризис на носу. Вопрос в том, начнётся, он, грубо говоря, в ноябре формально, да, падение рынков. Либо это начнётся в конце марта. Что это такое будет? Ну, это будет 8-9 год, растянутый, скажем, на 3-4 года. Масштабы будут больше, и глубина падения? Да, в этот раз все успеют испугаться. Будет дефолт или не будет, я думаю, что он уже имеет место быть. Я имею в виду ползучий дефолт. Даже не обязательно обсуждать Америку, посмотрите Европу. Это же Тришкин кафтан. Значит, в одном месте прорывает, затыкают дырку, в другом месте прорывает. Это тоже проявление ползучего дефолта. И я даже думаю, что, может быть, рванётся сначала даже в Европе, а отрикошетит уже в Америке. Так что вся эта конструкция настолько зыбкая. Это всё равно, что обсуждать вопрос, значит, начнётся лавина с горы или не начнётся. Но вероятность этой лавины очень высока. Я думаю, что всё-таки технического дефолта не будет. Всё-таки республиканцы побоятся сейчас действовать так открыто. А вот когда республиканцы придут к власти на следующих президентских выборах, они будут действовать намного жёстче. И вот тут надо действительно помнить опыты августа 71-го года. У республиканцев есть опыт дефолта. И захотят ли они тащить такой долг США? Или попытаются как-то его обесценить? У России есть шансы выйти более сильной и обновлённой? Либо всё-таки мы опять рухнем, как в 98-м году рухнули, в 2008-м году? А нас, кстати, чем сильнее бьют, тем мы больше крепчаем. У России есть шансы спроводить активную политику, естественно. В конце нашей дискуссии хотел бы подвести итоги голосования, которые проходили на сайте телеканала «Красная линия». Вопрос был следующий. Бюджетный кризис в США. 3% уверены, что это попытка Вашингтона отвлечь внимание от хаотизации Ближнего Востока. 29% считают, что это внутренний конфликт между политическими и финансовыми кланами в США. Борьба за передел в сфере влияния. 34% уверены, что это закономерный результат отказа от золотого стандарта и эмиссионной вакханалии. И 34% считают, что это очередной цирк Шапито, манипуляции осознанием со стороны финансовой олигархии Уолл-Стрит. Большое вам спасибо, что вы приняли участие в нашей сегодняшней дискуссии. В эфире была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин